Три, два, один! Соборная площадь на три месяца превратилась в мобильную библиотеку. Теперь обладатели электронных гаджетов могут пополнять свою книжную коллекцию, просто отдыхая в парке или прогуливаясь по улице. На корешках изображенных книг расположены QR-коды. С их помощью можно абсолютно бесплатно скачать литературные произведения в электронном варианте на телефон или планшет. И вот одним легким движением Роман Рай Брэдбери «Марсианские хроники» уже на моем телефоне. Организаторы обещают, что виртуальная библиотека будет постоянно пополняться. По выходным рядом с электронными книжными полками будут находиться мобильные библиотекари, которые помогут читателям настроить смартфоны и планшеты и покажут, как загружать книги. Можно прийти с планшетом, закачать книгу недостающуюся, или которую ты еще не прочитал, и на скамейке посидеть, почитать, либо перед тем, как здесь в маршрутку, загрузить книгу и в маршрутке почитать книгу. Это очень удобно. Я считаю, это отличная мысль. Какую книжку скачали? Ну, я сейчас засмотрелась на Дюму, на продолжение «Мушкетеров». Читала не так давно, кстати. И вот думаю, стоит ли предложение читать, потому что, ну, не наслышано. Из классики Достоевский, из поэзии Есенин, приключения, фантастика, Джек Лондон, Джульвер, Майн Рид. Несмотря на хай-тек достижения, традиционная бумажная литература все еще в почете. Силами одесситов на площади появилась книжная башня, каждый кирпичик которой будет использован в благотворительных целях. Мы фактически здесь объединили традиционную книжку обычную, да, с современными технологиями. Вот, и поэтому мы решили, а почему бы нам, собственно, не провести такую интересную акцию, да, принеси одну бумажную книгу и закачай себе взамен, да, 500 электронных. А вот эти бумажные книги мы соберем, передадим в сельские библиотеки. Мобильная библиотека просуществует до октября. В дальнейшем электронное хранилище планируют перенести в закрытое помещение. Дмитрий Долматов, Алексей Кулигин, Новая Одесса.